Да, доброе утро, Василя. Всем привет. Я рад, что у вас много. Не вижу у вас, правда, сколько, но уверен, что у вас много, потому что с утра я сегодня проснулся от ваших сообщений, чтобы поскорее вам дать ссылку, чтобы вы успели зарегистрироваться. Поэтому очень приятно, что такой интерес. Еще раз спасибо. Спасибо. Смотрите, у нас вот тема заявленная звучит как финансовые рынки глазами всех трех участников, которые, в принципе, на рынках присутствуют. И по опыту моего обучения, вот мы проводим лекции обучения в рамках нашего корпоративного университета для сотрудников, начали для внешних слушателей. И основное, что мы видим, что люди не до конца понимают, в принципе, про финансовые рынки и приходится начинать все сначала. Я не буду тратить драгоценное время сегодняшнего вебинара, сразу скажу, чтобы вам все эти азы рассказывать. Но быстро мы про ним пройдемся, потому что они формируют вот то, что мы сегодня рассмотрим. Мы сегодня рассмотрим одну из стратегий, как вот использовать текущую неэффективность, чтобы получить выгоду как со стороны CFO, как со стороны корпорации, потому что мы с этого начинали. Мы консультировали корпорации, как вот использовать ситуации для того, чтобы оптимизировать финансирование. Потому что корпорациям, в первую очередь, интересна оптимизация финансирования, потому что размещение даже временно свободных денежных средств, как правило, происходит гораздо на более лучших условиях, если это делает акционер, а не на уровне своей корпорации, когда он уже выводит деньги себе, в свой family office, на свой личный счет. И уже для него там гораздо больше, более приятные условия для размещения этих средств. Поэтому, ребята, самое главное, что есть в финансовых рынках, это процентные ставки. Про это все забывают. Вот сейчас спросят, я могу спросить у вас, к сожалению, не знаю, чат видно, ответьте вы или нет, но какая сейчас безрисковая ставка по долларам? Вот, наверное, не все из вас ответят. Некоторые из вас даже не поймут, о чем я говорю. А когда скажу, а безрисковая ставка по рублям какая-то? Кто-то вспомнит ставку ЦБ сразу, кто-то ставку ключевую, которая стала неизменной, несмотря на то, что ОФЗ уже давали больше 8,5. Поэтому вот эти вот термины очень важны. Чтобы правильно понять, где мы можем найти неэффективность, надо понять вот этот фундамент, из чего, в принципе, эта эффективность должна состоять. Первое, что у нас стоит, это процентные ставки. Вот безрисковая ставка по долларам, ну, вчера была там где-то в районе 0,7%. Это десятилетняя ставка по государственным облигациям, то есть по тем облигациям, которые государство может напечатать деньги, чтобы заплатить по ним. По рублям то же самое. Ставка где-то у нас там сейчас около 7, надо смотреть, уже кривая была около 8, а сейчас она где-то там с 6,5 до 7,5 идет. Это кривая ОФЗ, кривая наших минфиновских облигаций. Так вот, процентные ставки, этот рынок процентных ставок, у него есть несколько деривативов, скажем так, производных инструментов, ну, не только инструментов, которыми мы торгуем, а производных рынков. И вот один из рынков, который производный от рынка процентных ставок, это рынок валют. А, вон, вижу, терчат стал появляться, он круто. Это рынок валют. Вот когда говорят, Саша, где расскажи, что ты думаешь по рубль-доллар, ребята, курс доллар-рубль, евро-рубль, всех остальных валют, это не что иное, как производные от их процентных ставок. Потому что мы эти валюты можем всегда разместить безрисковую процентную ставку, и она будет дешеветь, грубо говоря, если мы ее не разместим, на эту процентную ставку. Поэтому вот есть некий дифференциал между процентных ставок, например, между долларом и рублем, дифференциал какой? Если у нас сейчас рубль безрисковая ставка, ну, там, ответили 6%, нет, 6% это ЦБ, ставка ключевая, она раньше называлась ставка рефинансированная. Это тоже очень важно, и люди порой не понимают разницу между ЦБ и Минфином, они очень понимают, кто из них регулирует рынок. Вот ставка 6%, про которую вы, скорее всего, написали, имея в виду, что это ключевая ставка, это ставка, по которой ЦБ выдает ликвидность банкам в рамках одноднельного на одну неделю репо. То есть вы приносите ОФЗ, получаете деньги, вот по 6%. Это ставка, по которой вы кредитуете. Она не безрисковая. Безрисковая, сколько вы можете разместить деньги под гарантии государства. Гарантии государства выдает у нас Минфин, в данном случае по своим инструментам в виде ОФЗ. Там ставка выше. Вот она, если вы смотрели неделю назад, или в моих видео, то видели, как мы вас призывали скупать ОФЗ по 8,65, по 8,70, потому что они очень сильно оторвались от реальности. И сейчас они там 7,30, 7,20. То есть уже заработали на 20-летнюю банде процент 20, это больше 20%. Вот. Поэтому, когда мы говорим о валютах, вот есть валютные рынки, это не что иное, как производная процентных ставок. Вот здесь вот и есть неэффективности, которые могут использовать все, особенно те, кто занимается внешнеэкономической деятельностью, которые есть в экспоучер, как мы говорим, до доллара, евро, другие валюты, которые сталкиваются с этим в своей жизни деятельностью. И вот пример, например, один из недавних, чтобы не называть точные названия клиентов и компаний, будем использовать дисклеймер в фильмах. Все имена, типа, основаны на реальных событиях, но имена все вымышлены. Так вот, допустим, есть компания «Суперсталь», металлургическая компания крупная российская, которая производит металлы, поставляет их на территорию России, поставляет их за рубеж, имеет зарубежные активы. Так же, у вас всем турнические компании в основном это делают, так что, в принципе, можете любую выбрать из них. Они очень похожи по бизнес-модели. Некоторые больше сырьевые товары используют, некоторые и конечные товары, но тем не менее. Так вот, например, вы акционер. Зовут вас, допустим, Алекс. Вы приходите к своему казначею, к СЕФО приходите. Допустим, СЕФО зовут Дарина. И говорите, Дарин, нам надо поднять деньги с рынка. Дарина говорит, ну, сейчас ставки у нас по долларам 5%, банды котируются годовалые, однолетние, с погашением через год. Доллары по 5%, а рубли под 7%. Что нам надо? И вот Алекс думает, ну, давайте 1 миллиард долларов, и сколько там курса округлим? 80 к рублю. И 80 миллиардов рублей поднимите, пожалуйста, с рынка. Нам надо это для развития нашей компании. И вот, если Дарина, там, СЕФО, трезерер, работает с финансами, она, наверное, подумает, ну, давайте сейчас у банков спросим, если банки нам по этим ставкам не дадут, то давайте выйдем на рынок. На рынок выйдем, в смысле, сделаем роуд-шоу, объявим о размещении облигаций и поднимем деньги. И вот они выходят и поднимают миллиард по 5% в долларах и 80 миллиардов рублей под 7%. А теперь, допустим, Дарина или кто-то там, кто работает рядом вместе с ней, немножко проанализировал рынки и поискал на эффективность. И они сидят и смотрят, слушайте, а где будет курс доллара-рубль через год? Она говорит, ну, откуда мы знаем? Давай спросим у каких-нибудь там ГУР. Он говорит, не-не-не, давайте математически рассчитаем. Это же можно сделать? Я же слышал, что валютные рынки – это производная рынка процентных ставок. Мы же знаем процентные ставки. Какие у нас сейчас безрисковые? Мы, допустим, 6 возьмем по, чтобы не 7 было, 6,6, ну, 6,5 сейчас на самом деле где-то домой закатируется. 6,5 возьмем по рублям и, ну, полпроцента возьмем по долларам. Чуть меньше, где-то полпроцента, скажем так. То есть у нас, получается, дифференциала 6. 6,5 минус пол – это 6. На 6% значит у нас уйдет курс. То есть если сегодня мы попросим прокатировать кого-нибудь в форвардный курс, то, скорее всего, он нам даст текущий спот плюс 6%. Понимаете, да? Если сейчас курс 80, значит мы можем зафиксировать курс через год. 80 плюс 6%. 8 на 6 у нас 4,8, значит, что здесь 84,8. Это у нас будет курс, по которому мы можем с вами сделать сделку. То есть вы пришли ко мне, я вам показал котировку 84,8. Можете купить или продать. Спред небольшой покажу, но, скажем, я ставлю вам choice. То есть одну котировку, и вы обязаны сделать какую-то сделку, либо купить или продать. Вот, а вы 84,8, 80, запомнили. Можете записать, чтобы это как раз… Очень важно, чтобы вы поняли, как работают рынки. Так вот, давайте представим. Дарина сидит, рисует это и говорит, слушайте, а если мы все поднимем в рублях, под 7% на рынке на год, получается, это нам дешевле будет? Он говорит, почему? Он говорит, ну давайте представим ситуацию. Берем 80 миллиардов рублей. Ну берем не 80, а получается 160, два раза по 80, потому что он попросил взять, акционер попросил и доллары, и рубли. Но мы сейчас в креативе, мы сейчас используем наше понимание, как работают рынки, как находить неэффективность и посчитаем, есть ли неэффективность. Если да, если есть, сколько мы ему сэкономим нашему акционеру? Может он нам бонус дознает, если сэкономим. Так вот, рисуем. 80 миллиардов два раза, 160 взяли на год, под 7%. Сколько мы платим? 5,6 миллиардов с каждого. То есть мы должны заплатить 11,2. Вместо 160 мы отдаем 171,2, получается. В голове сложная цифра с утра, я только проснулся, у нас еще 9 утра. Вот. Теперь давайте возьмем то, что он просил в доллары, и тут же переведем в доллары. Тут же, прям на споте. А спот у нас 80, как мы с вами договорились. То есть получается у нас уже на счету, там, допустим, в Сбербанке или в любом другом, чтобы никого не рекламировать, и наоборот антирекламу не делать. Вот, допустим, мы теперь видим после этого роуд-шоу, мы уже все успешно разместили, облигации купили, и у нас, допустим, без купонов, мы платим проценты в конце срока, и у нас теперь на счету было 160 миллиардов, а стало на рублевом счету 80, да, на долларовом миллиард. Проходит, ну, не проходит год, но мы знаем, что год пройдет, и нам надо отдать. А сколько нам надо отдать? Мы с вами посчитали. 11,2. Потому что два раза по 5,6. Помните, да, потому что в рублях. Значит, нам мы должны отдать 11,2 плюс изначально наш тело долга, которое мы взяли. А мы взяли все в рублях, не забудьте. Не путайтесь. Доллары мы уже сделали потом. Мы сделали FX-транзакцию. Мы же поменяли. Так вот, проходит год. Ну, не проходит год. Вот мы знаем, что год пройдет, и нам надо отдать. Вот как нам уйти от валютного риска? Вот кто-нибудь, может, знает, кто-нибудь есть здесь в чат? Будет оперативно работать, то посмотрим, ответы сыпятся или нет. Вот как нам сделать так, чтобы уйти от валютного риска? У нас же теперь рубль и доллар на счету. А нам надо отдать рубли. Вот какой инструмент есть, чтобы убрать этот риск? Ну, а ждать не будем, что время не терять. Есть такой инструмент, ну, форвард. Многие, может, там напишут фьючерс, потому что больше привыкли к биржевым товарам. Ну, есть вот форвардный курс. То есть вот форвард, о котором мы с вами говорили. Мы звоним в любой нормальный инвестбанк, и мы говорим, слушай, давай зафиксируем сумму. Нам надо отдать нашим кредиторам 80 плюс 5,6. Давай сделаем сделку на 85,6 через год. Ну, допустим, 31 марта 2021 года. Прокотируй, пожалуйста. И он нам показывает котировку. В 84,8. Он покажет 84,78 на 84,80, чтобы себе там, ну, спред заложить. Но, тем не менее, округлим, чтобы здесь не вдаваться в эти подробности. Вот 84,8. Вот теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Получилось, что мы взяли доллары, фактически пользовались весь год долларами. И сколько мы долларов отдали в конце? Нам надо отдать, напоминаю, по этой ноге 85,6 рублей. Мы сделали сделку. Купили 85,6 по 84,8. Здесь у вас калькулятор есть. Давайте вместе с вами это сделаем, потому что это очень важно. Если вы это не поймете, мы дальше с вами, будет тяжело, все, что мы скажем, будет тяжело у вас отображаться. Вот берем 85,6, делим на 84,8. И получается, что нам наш с вами долг долларовый стоил меньше процента. Потому что получилось 0,9. Это сколько мы заплатили с вами в долларах. Теперь вспомним изначальную задачу, когда пришел к нам Алекс и сказал, поднимите мне рубли и доллары. Получается, ну, рубли мы ему подняли, как он хотел, за 7%, он же видел наши ставки. А доллары мы ему подняли не под 5, а доллары мы подняли меньше одного. Вот в этом вот весь кайф, видите? Вот мы берем и просто эксплуатируем неэффективность. Мы ничего, мы никакой риск не взяли. Но если считать, что мы работаем с нормальным банком, с одним, мы так с ним работаем. У нас нету дополнительных прослоев, контрагентов, непонятных там залогов. Нет. С вами получили рубли и доллары, просто одну ногу супанули обратно в другую валюту. И вот так вот. Поэтому мы сколько, если, допустим, миллиард, и мы сэкономили вместо 5, взяли там под 1, практически округлим, там меньше одного получается. Пропроблим взяли под 1. То есть 4%. 4% на миллиарде, сколько? 40 миллионов долларов. Ну вот я думаю, процентов 10-20 он нам заплатит за этот бонус, с этой суммой, которую мы ему сэкономили, потому что он, да, вот уже опять вижу чат, Максим, круто, про один, пропал, ну ладно. Да, да, это реально, вот скажу честно, мы это делаем, это наш bread and butter, как мы говорим. Мы это стали делать еще, ну, сначала я работал, я когда был директором в UBS еще с 2005 года, мы это, мы, наверное, первые, кто начали в России это предлагать. То есть сначала были в России просто plain vanilla, там, derivatives, которые мы предлагали, нам захиджировать на один месяц, на три месяца, а потом мы стали креативить. А UBS был силен очень своим structuring desk. У нас ребята сидели классно в Цюрихе, Лондоне, где я вынужден был работать, потому что пока мы ждали лицензию, я не мог работать с территорией России, мне приходилось работать с территории наших зарубежных офисов. И там были классные вот такие структураторы, математические guys, там, из MIT, из хороших школ технических, они мне показывали вот эти все возможности. Ну, естественно, мы это делали, они это разрабатывали не для российского рынка, не для того, чтобы сэкономить на финансирование российских компаний. Мы это зарабатывали больше, да, там, yield enhancement products, так называемый, то есть увеличить доходность, потому что UBS был крупнейший, но есть крупнейший приватный, wealth management, приватбанк в мире. Поэтому мы искали возможности, как это продать клиентам, чтобы клиенты до конца не поняли нашу маржу, потому что клиенту сэкономил процент на фонгирование, он уже счастлив там прыгает, веселится, танцует. А у нас еще там 3% нашего маржа, он ее не видит, поэтому цель этих ребят было замаскировать profit маржу, которую мы закладываем в этих продуктах. Но я решил более гуманно к этому подойти, думаю, слушайте, а если просто не маскировать маржу, а просто клиентам дать value какую-то, дать ценность из-за того, что мы делаем, может ли это получиться? И вот мы такую первую сделку сделали в 2007 году в России, ну, с тех пор вот делаем это на стоимость хеджа. Вот это и есть стоимость хеджа. Вот, Ник, вот через какой, по какому, вот вы ко мне придете и скажете, Александр, я хочу купить, я хочу захеджировать, давайте в вашей терминологии, чтобы вы понимали, о чем мы говорим, я хочу захеджировать доллар-рубль, дай мне курс. Вот я вам даю курс, бесплатно, это форвард, это не опцион, это форвард. Вы обязаны будете сделать эту сделку, я буду обязан ее тоже с вами сделать. Вот я должен буду вам либо купить у вас, либо продать по 84.80, но мы договорились, что мы без спреда, там будет небольшой спред, я вам в реальности поставлю, там копейки 2-3, мы сейчас уйдем от него. Вот, поэтому это не хэ, это и есть стоимость хеджа, вы заключили обязывающую вас сделку, то есть вы не можете взять и прийти отказаться. Вы можете закрыть ее в любой момент, вы можете увидеть, что курс ушел настолько долго, допустим, вот вы сделали по 84. Да, сейчас отвечу, Андрей. Вот вы видите, что, например, вы сделали, вы в данном случае, что мы сделали, мы купили рубли по 84.8, датой 31 марта 2021 года, у нас есть контракт висящий, где мы купили рубли. Допустим, курс сейчас 120 будет, или вот как он сейчас должен быть, 212, потому что цена на нефть 17 долларов, а курс приходит всегда к равноместному значению, это 3 600 рублевая цена за баррель, деленная на стоимость барреля юрлс. И вот сейчас курс справедливый, если бы не было других факторов, был бы где-то 212 на рынке. Вот, допустим, он реально таким становится, 212, и вы уверены, что сейчас произойдет там масштабная программа, типа как вот спасение экономики, как делают развитые страны. И Россия тоже такую программу делает, и тем самым сдерживает курс, то есть опустит его, скорее всего, ниже. Вот что вы делаете? У вас есть контракт покупки рублей по 84.8, а рубль сейчас стоит, ну, доллар стоит 8, до 212. Вот видите, насколько у вас, насколько у вас ушел этот курс. То есть вы доллары можете продать по 84, а на самом деле 212. Ну, конечно, вы откажетесь от этого контракта своего. Продадите доллары по рынку. Поэтому, ну, понимаете. Или наоборот, допустим, была наоборот сделка. Допустим, вы купили доллары, вы покупаете доллары по курсу 84.8, а доллары 212. Естественно, вы можете, если у вас действительно есть view, если вы понимаете, что он дальше не пойдет на 300 и так далее. То есть здесь это уже directional view. Вот когда мы общаемся с корпорациями, им не интересно ничего, что связано с directional view. Им это не надо. Им нужен безрисковый инструмент. В данном случае то, что мы с вами рассмотрели, тут нет рисков. Ни рисков изменения процентных ставок, ни рисков изменения курса. Мы убрали. То есть они могут, Дарина может прийти к Аликсу и сказать, вот, валютный риск транслирует инвестбанк в своей второй стороне. Что такое инвестбанк? Вот вы трейдер в инвестбанке. Вот к вам приходят и говорят, дай мне котировку. Вы что, от балды ее сделаете? Нет. Во-первых, вы видите весь рынок. Вы маркет-мейкер. У вас есть люди, которые хотят купить, продать. У нас же вся экономика состоит из импорта и экспорта. Есть кто-то, кто боится, что курс вырастет, хочет его захеджировать, то есть купить сегодня дальние даты. А есть те, кто наоборот боится, что курс упадет и хочет продать его. Поэтому этот рынок состоит из продавцов и покупателей, как и любой рынок, любого товара, любой услуги, любого финансового инструмента. А инвестбанкиры, это всего лишь, в данном случае трейдер, человек на деске инвестбанкинга, делает вот эти сделки только как middleman, как человек, который берет свою маржу. Поэтому я говорю, там спред есть. Он покажет мне 84,8, покажет 84,78, на 84,80, пару, 4 копейки, может, и заложит в зависимости от плотимости на рынке. Вот. Касательно ограничений, там был вопрос от Андрея, касательно ограничений на capital controls, это называется, у нас они были до 2004 года, в 2004 году, наконец-то, Петр, с какой суммы, да, в 2004 году, наконец-то, сняли capital controls, у нас рубль стал free from convertible currency, как мы говорим, свободно конвертируемая валюта, поэтому вы теперь рублевый счет можете открыть в Швейцарии, в Европе, где в любых больших банках, даже в Америке, может рублевый счет открыть. И, поэтому рубль стал free from convertible, но, по сути, у нас есть capital controls. Попробуйте сейчас заплатить по международному контракту, если вы, там, не супер большая компания, которая делает это на постоянной основе и имеет, ну, скажем так, неформальное разрешение проводить такие сделки. Все равно есть валютный контроль. Если вы компания небольшая, если вы физлицо, которое хотите отправить деньги за рубеж, у вас столько будет проблем, даже как физлицо, если вы не задекларировали свой счет, то вам откажут сразу, а если вы задекларировали, вам еще помурожит голову там несколько недель, может быть, месяцев, прежде чем отправить деньги за рубеж. Поэтому это очень большая проблема, с этим стал, с этим к нам обращаются тоже очень часто, но это уже не там, сефошный бизнес больше, а бизнес частных лиц. Я не договорил, давайте посмотрим вот эту ситуацию, когда мы помогли Алексу с Дариной сэкономить. Давайте теперь перевернем столы и представим, что вы не сефо, не Алекс, не, собственно, не заемщик. Да, если вы, если у вас, если у вас есть directional view, что рубль будет 212, вы можете что сделать? Вы можете прямо сейчас купить доллара. Просто купить и разместить их в какой-нибудь безрисковый инструмент, рискованный инструмент, не так важно. Или вы можете просто, если у вас сейчас нет денег, у вас есть view, вы можете заключить forward, сказать, что ребята, вот прийти к нам, другим типа нас, и сказать, я покупаю доллары, дай курсы. Мы вам даем 84,8, курс идет, то есть это беспоставочный инструмент, беспоставочный сегодня, то есть у вас есть обязательство, на вас висит obligation сделать эту сделку в будущем. То есть если мы вам верим как контрагент, то есть у вас есть линии на вас чистые, как говорится, мы скажем, давай, если нет, мы попросим, может, коллекторал процентов 10. Вот, давайте вернемся к нашим turning the tables. Так вот, вот мы, допустим, не Дарина с Алексом, а просто инвестор, которого нет, миллиарды, не нужен миллиард, у нас есть миллион, миллион долларов и есть 80 миллионов рублей. Мы в глазах нашего президента upper-средний класс. Вот, у нас это деньги на счету и мы хотим взять риск этой суперстали. И мы приходим в какой-нибудь advisory office или в wealth management компанию и говорим, вот у нас есть миллион долларов и 80 миллионов рублей и мы хотим разместить эти деньги под риск северстали. Ой, сори, не север, с суперстали в данном случае. Поэтому мы что делаем? И я, вы как адвайзер, допустим, вы говорите, ну вот, есть два инструмента, есть рублевый бонд 7%, есть долларовый бонд 5%. И этот человек думает, ну что мне делать? Ну давайте, и доллары, и рубли размещаем. А допустим, вы не просто wealth manager, сотрудник, который начитался книжек, а вы тот, который немножко более глубоко посмотрел на рынок и поискал неэффективность. И вы говорите, слушайте, вот смотрите, а там все-таки какая-то неэффективность же есть. Вы какая? Так, ну ладно, давайте подумаем. Вы начинаете в голове прикидывать варианты, не хотите выглядеть плохо перед клиентом, сейчас ерунду сморозить, вы хотите подготовиться. Поэтому вы начинаете рисовать, так, если мы сейчас купим вот эти рубли, или 80 миллионов, то он получит 85,6. Так, окей, 5,6 он получает. Если мы покупаем доллары, он получает 5. Так, окей. Как нам сделать? И говорит, ну, а вас спрашивает этот инвестор, не инвестор, а клиент, говорит, ну слушайте, что, могу получить ставку по какой-то валюте больше, могу там по долларам больше 5, что ли получить, или по рублям больше 7. Если не могу, то не надо здесь мне сказки рассказывать, давайте делайте сделку и все. И вы думаете, так, а сколько он получит в рублях, если мы сейчас возьмем его долларовый миллион, тут же сейчас перевернем по 80, и вот начинаете думать, так, и вложим, нет, здесь ничего не получается. Так, а если возьмем мы его 80 миллионов, поменяем в доллары, получится у него 2 миллиона долларов. Так, эти 2 миллиона долларов мы с ним разместим в Северсталь под 5, в Суперсталь, извините, все, Северсталь тоже созвучное название, вот, но это не Северсталь, это специально так, чтобы похоже было. Разместим в Суперсталь под 5, это получится у нас на 2 миллиона долларов, мы получим 5%, 100 тысяч долларов, Так, а теперь давайте перевернем в рубли. Половину же он хочет в рублях, и что получается? А курс какой? А, 84,8. И получается, мы продаем миллион пятьдесят по 84,8. Сколько у нас получается рублей? Достаньте калькулятор сами, а то вы думаете, у меня калькулятор, наверное, такой, что показывает. Фриланч, как говорится, бесплатный заработок. Вот при вас сделаем. Сколько он получил? Миллион пятьдесят долларов умножить на 84,8, который мы зафиксировали. Он получил, если у вас там видно, 89. Ой, сори. Пока внес, пальцем нажал. 84,8. Что вы думали, что видели, что я ничего не рисую? Не видно, ладно, потом покажу. Ну, короче, получается больше восьмь год. Вот это вот получается. А сколько было бы, если бы вы просто купили на 80 миллионов суперсталь? Семи процентов, было 85,6. Сколько вы клиенту заработали тем, что включили свою голову, вспомнили, что такое финансовые рынки? Так, у вас было 85,600, да? Вы ему просто на ровном месте подняли 3 миллиона 400 тысяч рублей. На тот же, вот напоминаю, он не взял дополнительного риска. Он не взял риск доллар-рубль. Он ничего дополнительного не взял. Он просто за счет вот креативности вашей, вас как специалиста финансового, вы нашли, как этот фриланч получить. То есть мы сейчас рассмотрели уже, да, с трех сторон. Первое, мы нашли, как сэкономить деньги заемщику. Это правило, как правило, заинтересованы СЕФО, больших компаний. Почему? Потому что они достаточно софистикейт, как мы говорим, чтобы делать такого рода сделки. Они, вот если у вас, конечно, там, я с уважением к любому бизнесу отношусь, вы понимаете, но если у вас небольшая там шаурма за углом, то вряд ли вы сможете такие сделки делать, потому что вам, в принципе, этого не надо, даже если вы импортируете какой-нибудь ингредиент. Вот, поэтому большие компании с хорошими возможностями работы с большими надежными банками, желательно зарубежными, российские банки, когда вам будут это делать, вы можете сравнить, увидите, какие они условия предлагают, сами все поймете. Вот, и плюс, это интересно кому? Это интересно инвесторам, которые имеют, кредиторам в данном случае, инвесторам, кредиторам, которые готовы под понятные риски, то есть мы, опять, не берем directional views, мы здесь в данном случае рассматривали вариант допогашения, мы были comfortable с этим риском, мы готовы были взять этот риск, мы понимали, что допогашение эта компания triple B rated, у нее есть на счетах достаточно стабильное, как бы сказать, поступление, есть ликвидность, которая позволит ей долго открыть, поэтому мы ей верим. То есть здесь мы не взяли риск изменения как в акции. Вот акция теоретически может стоить ноль, может стоить миллион, неважно. Вот мы посмотрим, что рынок очень неэффективен, и акция, он может оставаться неэффективным очень долго. В бандах рынок может оставаться неэффективным только до момента погашения максимум. Он, естественно, приходит на свои значения как бы гораздо раньше, чем до погашения, но он всегда в погашении будет стоить 100. Вот разница между акцией и облигациями. Иногда вот high yield фишки, смотрите, вообще стоит ли инвестировать в акции, надо первый вопрос задать, что такое, давайте посмотрим, layers. Вот первое, у нас есть безрисковая ставка, мы сейчас определили, по долларам она у нас там 0,5 мы округлили, по рублям 6,5. Это ставка в национальной валюте по государственным эмитентам, когда государство имеет право напечатать эти деньги. Вот должны вам отдать, государство должно отдать вам миллион рублей, оно возьмет и напечатает миллион рублей. Америка должна вам отдать миллион долларов, возьмет и напечатает миллион долларов. Это вот первое, это безрисковая ставка, ее не забываем. Второе. Вот если идет как бы вторая, это как бы квазисуверенные инструменты. В России там типа «Газпрома», вот такие компании. Те компании, которые фактически являются государственными, которые очень важные среди для государства, по которым государство либо дает гарантии, либо неформальные гарантии того, что он покроет их долги в случае, если будут тяжелые времена. Вот квазисуверенная ставка, она еще выше, чем суверенная, и в рублях, и в долларах. Можете открыть, посмотреть, сколько она составляет. После этого идут там корпоративные, надежные, а, ну еще муниципальные долги есть, но они там только в локальных валютах, поэтому когда вы хотите, например, в долларах инвестировать в Россию, вы муниципальные выпуски не найдете, только рублевые найдете. Но он тоже есть, про него надо сказать. Государственные, муниципальные, квазисуверенные, высококачественные, корпоративные. И вот это всегда премия к процентной ставке. Вот, допустим, если там ставка была в России сейчас в долларах ставка, сколько там, 3, от 3 до 3,5 процентов, десятилетняя, там, квазисуверенная, если вы посмотрите Газпром ставку, она уже, наверное, 5,5, правда, более длинная, потому что Газпром там более длинный торгуется. Вот, и так далее. То есть вы всегда идете выше. И это риск, который вы понимаете. Это риск того, что компания вам заплатит, если она не обанкротится. А теперь давайте посмотрим на акции. Вот сколько вам, какую премию вам должна, должен обещать рынок акций, что вы согласились отказаться от инструмента, который фактически вам гарантирует денежный поток на свой кредитный риск. Вот вопрос очень интересный. Он даже философский такой практически. Не, вообще, зачем нужна процентная ставка? Давайте начнем с этого. Почему мир не может жить? Почему ставки разные? Почему ставка в долларах полпроцента, а в рублях шесть с половиной? А в Зимбабве, я даже не знаю, что в миллионах процентов. Вот зачем они нужны? Почему мир не может жить без ставок? Почему не может быть ноль? Вот сейчас вот мы видим, что ставка опускается до ноля, и почему это приводит? Это используется для спасения экономики, по-моему, счет. Но здесь вот очень интересно. Я даже изучал, даже одну работу над темною написал. Мне было, правда, интересно. Там, конечно, многие пишут с точки зрения теологии, с точки зрения религиозных наук. Мы не будем этого касаться. Я не хочу никого там не спровоцировать, не обидеть, наоборот, не ободушевить. Смысл в том, что люди в какой-то момент стали понимать, что они конечны. Что сегодня мы есть, а завтра нас нет. Поэтому нам сегодня получить что-то стало важнее, чем получить это завтра. Ну, не завтра, через год, через два года. Почему? Потому что мы фактически, может быть, не доживем и не получим это. Поэтому мы сегодня готовы переплатить, чтобы это получить. Поэтому если мы занимаем деньги, мы должны дать что-то in return, дать что-то взамен. Вот. И там есть несколько теорий. Одна теория, вот чем дольше люди живут, тем ниже процентная ставка. Если мы с вами когда-нибудь начнем жить вечно, оставаться молодыми, я думаю, что процентная ставка будет ноль. Потому что вот этот главный фактор упадет. Это тоже теология. В общем, мы родились в мире, мы пришли в этот мир, когда процентные ставки есть, они разные. Вот. Поэтому вот появилась возможность такого, скажем, как не арбитража, а использования неэффективности. Этот арбитраж, мне не нравится слово, потому что его используют, как правило, более такие ребята с плохими намерениями, чтобы продать какие-то свои услуги. Есть один фонд, который говорит, вот мы там арбитражные стратегии, без рисков. Нет, ребята, этого нет, это обман. Вот. Теперь, почему мы идем? А, вот риск премии. Да, деньги риска, конечно. Почему? А почему деньги не сконтируются? Потому что нам они важнее, потому что мы можем не дожить до момента, чтобы их потратить. Эта философия была изначально, когда еще денег не было, когда еще были товары, когда люди говорили, вот тебе там две там, я не знаю, два инструмента, а потом, я думаю, три инструмента через три года, потому что мне они там важны, ну, как бы, потому что я не знаю, у меня должен быть какой-то профит за то, что мы вам даем возможность этим пользоваться. Были бы мы конечные, бесконечные, нам было бы наплевать, вернет он или нет, мы еще тысячу лет проживем, миллион лет проживем, пусть пользуются на здоровье. Вот. А тут мы нет, у нас есть конечный строк. Как у любого банда, в большинстве есть вечные банды, но с вечными бандами аккуратнее, ребят, сейчас пока мы заговорили, быстро расскажу, что у нас время время еще есть. Вот. Есть такое понятие вечный бонд, когда вы даете деньги, инвестируете деньги в ценную бумагу, которая не имеет срока погашения, вам будет вечно платить. Вот. И компании начали, некоторые компании начали достаточно активно, особенно банки, их выпускать. Вот. Там есть регуляторные причины, почему они выпускают, там, с точки зрения базы, они могут это признать, скажем так, капиталом, собственно, если вы выпускаете вечный долг субординированный, то при определенных моментах вы можете включать в свой расчет капитала, что позволит вам расширять вашу деятельность, там, соответствовать другим нормативам. Мы об этом не будем, это такое финансовое рисование, которое мы противники и всегда говорим, что мы не хотим, чтобы мир этим занимался. Вот у нас есть один банк, вы все его знаете, который очень активно вам, мягко говоря, навязывает эти услуги. Там все, все менеджеры вам будут звонить, говорят, слушай, зачем тебе получать, там, 3, 4, 5, 6, 7 процентов, когда купи наш бонд, у нас там 10, 9 процентов, он вечный, правда. Но вот мы будем платить, он субординарный, но вечный, но мы будем платить, пока мы живы, ты же веришь нашему банку. Так вот, ребята, в данном случае, если вы смотрите любые, ну, вообще любые инструменты, ну, в первую очередь, нестандартные, обязательно посмотрите их вот проспектус, так называемый, то есть их меморан, ну, как это, документ, оговаривающий условия выпуска. Так если вы внимательно посмотрите, вот в одном из таких банков есть, в одном из таких банков есть в проспектусе фраза, что, ребята, если мы получим соответствующую рекомендацию от регулятора либо от сайд-директоров, и они нам посоветуют не платить вам купоны, не платить проценты по вечному долгу, то мы обязаны будем прислушаться к этой рекомендации. А теперь на русский язык переведите, что это значит. Вот вы купили вечный бонд, вы надеетесь, что вам вечно этот банк будет платить вам, вашим детям, вашим внукам, а в какой-то момент собираются там, несколько человек говорят, слушай, о чем мы платим в этом бондаре? Да, не будем, у нас же есть право, мы же можем сейчас взять и отказаться, у нас же все прописано. И вы отказываетесь, ну как банк, как имитент, как заемщик. И что, во что превращается ваша бумага в вечное, которая не платит вам проценты? Просто вечную бумагу, которая не платит проценты, никогда не погасится в ноль. Так вот, обычным решением вы можете потерять все. Поэтому обязательно, прежде чем, когда вам будут навязывать такие услуги, такие ценные бумаги, типа вечных и субординированных, обязательно либо сами посмотрите в проспект, то есть, либо обратитесь к какому-то человеку, который с ними имел дело и понимает, о чем там речь, от независимого, не тому, кто вам их продает. Вот, так возвращаемся к премии, что-то мы с вами все уходим, уходим в сторону. Премия, вот вы получаете, вот есть опять ставка безрисковая, ставка муниципальная, квазисуверенная, высоконадежная, корпоративная, ставка по долгам, ставка облигаций. То есть, это you're the first guy in line, как мы говорим, когда компания получает выручку, сначала она отдает заемщикам, потом уже до акционеров, акционеры the last guys in line, последние ребята, если что-то останется, то дадут акционерам. И вот у людей стали спрашивать, как вы думаете, какую вы хотите премию теоретически получить, чтобы с first guy in line перейти на last guy in line, причем с first guy in line надежных инструментов, last guy in line, допустим, самого развитого рынка, вот S&P 500, посмотрим, это американский рынок, самые большие корпорации, самый diversified, самая безрисковая юрисдикция, AAA, поэтому говорит, вот давайте, вот сколько вам надо доплатить, чтобы вы перешли из treasury bond, из государственной бонда в S&P индекс, вообще стать акционером 500 компаний. И делали это разные способы. Первый, просто всех там, Морган Стэнли это делал, сделал так называемые surveys, опрашивал людей, ну как мы знаем, что любой survey, я вот, честно говоря, я их даже не читаю, потому что смешно, вот вас что-то задают, вам вопрос, вот как вы ответите, вот то, что вы ответите, во-первых, не обязаны ничего делать, вы просто можете сказать, да, я считаю так, но вы никакого action, вы не обязаны дальше последовать, не последует после этого, поэтому вы можете быть в плохом настроении, в хорошем настроении, там, выпившие, без разницы, поэтому любые ваши ответы, там, как говорят американцы, put your money where your mouth is, если вы деньги кладете к своим ответам, тогда они что-то значат, если вы просто словоблудите, это ничего не значит, эти вопросы, на мой взгляд, они были словоблудия, но, тем не менее, как ни странно, тут действовал такой закон есть, называется закон больших чисел, тоже там был эксперимент один, я помню, в Америке, вот в гостиницах на ресепшн поставили вазы, и туда камушки насыпали, и спрашивали каждого человека, кто чекинился, чек-аут, и делал чек-аут, типа, как вы думаете, сколько здесь камушков, кто-то говорил там, 200, 100, 2000, и вот люди называли кучу-кучу разных ответов, давали, и в итоге, как выяснили вот эти академики, которые проводили, анализировали результаты экспериментов, они обнаружили, что в среднем народ угадал, то есть если вы спросите двух-трех, они дадут разные ответы, но в среднем у них ответ будет тот, который есть, и вот на этом основании начали проводить так называемые вот эти surveys, чтобы определить equity risk premium, так называемое, сколько они готовы доплатить, чтобы выйти из treasury bond и свои деньги, своих клиентов, свои, переложить в stock market, в S&P 500, вот, потом они говорят, ну окей, ну это как бы есть флоза, есть свои недочеты, поэтому второе, они стали смотреть исторически, давайте посмотрим исторически, сколько рынок S&P давал больше, чем рынок bonds, чем рынок treasuries, безрисковый, они определили там какую-то величину, ну, слушай, ну, когда вот мы подходим к кризисным временам, это не работает, потому что это backward looking, мы смотрим history, мы смотрим то, что уже прошло, а нам надо посмотреть что-то forward looking, вот что люди будут, вот как вот сегодня, вот что они думают, вот какая им премия нужна сегодня, никакая она была у них 60-го года, уже статистику можно собрать 60-го года, это даже раньше, и поэтому здесь, вот есть там профессор Мойда Мадаран, который я обучал в Нью-Йорке, он говорит, вот мы разработали, так называемые, implied equity risk premium, с чего у нас состоит, он говорит, ну вот допустим, вы акция, вы купили S&P 500, это практически вы купили в какой-то пропорции акции 500 компаний, вот вы как акционер, что вы получите, какой у вас будет доход, вот когда мы покупаем бонд, доход понятен, мы получаем купоны и погашение, вот купон вместе с погашением, скажем так, а если вы акционер, S&P компаний из S&P 500, что вы получаете? Без directional view, без надежды, что рынок вырастет, попадет, там вот что-то, спикульнете, вы получаете только cash flows, а что такое cash flows для акционера от компании? Это всего лишь две вещи, друзья, первая это дивиденды, второй buy-backer, так вот, чтобы понять, сколько вы получите денег, будучи акционером S&P 500, достаточно взять все эти 500 компаний, в которых вы акционеры, пропорции, в которых вы акционеры, и посмотреть, какие они пообещали, ну дали guidance, там пообещали, слово не очень, не очень хорошо звучит, дали guidance, сколько они вам дивидендов, ну сколько они деньги вам вернут в виде дивидендов, buy-backer, в течение какого-то периода времени, так вот, до Матерана что стал делать? Он стал все эти cash flow приводить, ну как бы, NPV, находим, вот сегодняшний NPV, это индекс S&P 500, давай посмотрим, из чего он состоит, back engineering, такой делать, и он определил, что за всю историю, он взял прям, сначала он взял очень большой период, потом с 60-х годов, и посмотрел, что вот эта equity risk premium, она колеблется довольно в узком диапазоне, потому что здесь, это как бы, как люди говорят, технический анализ, что-то еще, нет, здесь это чистая логика, вам всегда, переложить, стать, поменяться местами, там, быть the last guy in line, the first guy in line, в принципе, риск уберете то же самое, и вам наплевать, какие сейчас риски, какие сейчас безрисковые ставки, 0% или 10%, премия, которой вы требуете, должна быть более-менее одинаковая, всегда более-менее, ну, есть как бы такой средний, который магнетический уровень, к которому она всегда возвращается, так вот, мы тоже начали это делать, анализировать эту премию, и сделали некий бэк-тестинг, а потом начали фактически имплементировать эту стратегию, и каждый раз, когда вы видите, что эта премия отклоняется вверх, что люди сейчас, вот те цены, по которым люди покупают индекс S&P 500, там заложена слишком большая премия, премия вернется вниз, значит, цена вырастет, в эти моменты можно смело покупать, как мы и стали делать, а когда вы видите, что наоборот, люди покупают, то безумно, вот помните, был, ну, наверное, не помню, я не знаю, сколько лет вам в основном, но вот, я помню, я тогда уже работал, был dot-com crisis в 99-м году на американских акциях, и вот люди, вот если вы купили бы тогда индекс S&P 500, вы знаете, сколько вы премию получали без рисковой ставки? Всего 2%, вот есть ли вам смысл вставать из first guy in the line по безрисковому инструменту в last guy in the line по рисковому инструменту за 2%, который вам обещают, не гарантированно, и всего лишь 2%, конечно, нет. И вот в этот момент как раз это показатель того, что рынок перекуплен, перегрет, а когда премия, наоборот, большая, когда люди говорят, не-не, я так боюсь, что мне надо там больше процентов, знаешь, рынок теперь перепродан. И если вы не будете делать ничего в своей жизни, как инвестор, сейчас можно перейти на сторону инвестора, вы уже почувствовали. Если вы не будете ничего делать, ничего изучать в своей жизни, кроме как брать, рассчитывать показатели аквати риск премиум, и когда он большой, заходить в S&P, а когда он небольшой, выходить из S&P, то вы обгоните S&P очень-очень сильно, поверьте. Даже вам не надо там будет новости читать о том, что в мире происходит. Вот. Так что, когда мне был вопрос, вот, Катя, не Катя, не прочитал имя, прошу прощения, по поводу, в какие high dividend стакс сейчас вложиться, вот, если вы возьмете по этой логике, какой уровень риска считать, допустим, у Ритов вернемся, если вы считаете, ну, как бы, если вот вам модем, стратегия понравилась, что вы понимаете, что она работает, сделали определенные бэктестинги, вот, в рамках этого S&P 500, вам не надо покупать его весь. Выберите те акции, которые платят наибольшие, ну, не дивиденды, которые вернут вам больше денег в ближайшее время, вот, можете их вычренить, вот, мы так тоже делаем, эта стратегия, еще enhancement, еще один, к нашей общей стратегии, поэтому она еще больше приносит, можете тоже бэктестинг сделать, и очень плохо, очень просто делать бэктестинг, почему? Потому что американский рынок, он прозрачен, тут очень тяжело обмануть инвестора, в отличие от России, в России обмануть инвестора, вы вот знаете, много случаев, мы там судили сколько раз, и поверьте, у нас ужасный закон для защиты прав акционеров, инвесторов, вас могут кинуть в любой момент, и вы ничего не сделаете, вы в суд пойдете, вам суд скажет, не, не, мы вообще тут не понимаем, о чем речь, извините. Вот. Уже высокого вопроса, что-то я за кому отвечал. А, ну вот, поэтому High David & Stone, какая стратегия здесь хорошо работает? Вот внутри S&P просто определите, посмотрите почетность этих компаний, посмотрите гайденсы, какие вам компании вернут больше денег, играйте на них, выберите там 60 компаний, я выбрал 64 компаний, потому что у меня папа был шахматист, и 64 это клетки на шахматной доске, поэтому для меня это такая счастливая цифра, число, я выбрал 64 High Dividend Stacks внутри S&P и начал у них ходить, когда рынок перегрет, и закрывать их, когда рынок, когда рынок перепродан начинает входить, и закрывать их, когда рынок перегрет. Вот эта стратегия, она приносит очень-очень много, но опять, для тех, кто готов, в принципе, идти в акции. Вот есть большой класс клиентов, особенно в Wealth Management, люди состоятельные, которые, в принципе, не любят акции, они не хотят от меня определенности, они говорят, Саш, вот я знаю, что мы сейчас купим, вот этот бонд, и он сейчас у нас погасится через 2-3-4 года, и мы получим свою прибыль. Зачем нам рисковать? Вот. Теперь другая стратегия. Я вижу, что большинство людей тут, я думал, это у нас СИЭФО кафе, я был уверен, что придут СИЭФО, которые будут думать, что же нам сейчас придумать, чтобы предложить нашим акционерам, чтобы потом мы получили огромные премии за то, что мы им сэкономили на финансирование. Поэтому я даже тему назначил сначала для корпораций, потом для профучастников, потом уже для инвесторов. Раз инвесторов среди вас больше, или вы просто более активные, то давайте про вас, для вас информацию. для них. Вот. Вторая стратегия, которая тоже актуальна. Вот смотрите на кривые вот этой доходности, хотя бы даже суверенной. Просто возьмите и нарисуйте на графике доходность всех выпусков, которые есть. Если вы верите в эту страну, страна может быть любая, может быть и Россия, и Турция, и Мексика, которая на две ступени выше, чем Россия, по кредитному рейтингу, которая сейчас, кстати, платит больше, чем Россия. Вот очень-очень интересно. Россия трипл-д-минус платит три с половиной, а Мексика трипл-бил-плас платит на 30 бизнесных пунктов больше. Вот. Но даже можете арбитражировать, арбитражировать плохое слово опять, можете искать эти неэффективности между суверенными кривыми по рейтингам. То есть если вы рейтинговым агентствам доверяете, вновь выберите там одно, может быть два, которым вы доверяете, и смотрите, как они это оценивают. Если рынок оценивает иначе, значит, что-то не так. Либо ошибается рейтинговое агентство, либо рынок ошибается. Чаще всего, скажу вам, ошибается рынок. Рынок это... Многие думают, что рынок состоит из суперталантливых трейдеров, людей, которые используют самые лучшие математические модели, закончили самые крутые вузы, и поэтому они знают все. Но, опять же, профессор мой из Нью-Йорка, он говорит, слушайте, вот задайте им вопрос. Спросите, как вы думаете, ребята, сколько из вас? Ответьте, как вы думаете, Элвис еще жив или нет? Поверьте, когда вы увидите количество ответов, которые скажут, что Элвис еще жив, вы поймете, кто работает на рынке. Ребята, рынок это не суперэффективная вещь, поэтому там эффективности. Каждый день еще не было момента, чтобы рынок не был, чтобы рынок всегда был постоянно эффективен, не было момента, чтобы он не был неэффективен, не бывает такого. Сейчас то же самое, даже в рамках одной суверенной кривой, посмотрите, какой разброс. Там вплоть до 150 базисных пунктов, полтора процента доходности дают в выпуске, просто оторваны от кривой по некоторым сторонам. Мы вот вчетвера нашли такую одну с вами выпуск, и вот на ней, мы то же самое сделали с Украиной неделю назад. Это все вот в публичном доступе, можете посмотреть мои комментарии, выступления, там видео, которые я запостил. Это очень, это делать не так тяжело. Единственное, вам нужен доступ к живым котировкам, здесь самое сложное, получить доступ к живым котировкам. Если обратитесь в какой-нибудь российский брокер, попросите котировки по евромандам, тем более суверенному государству, вам вряд ли, вряд ли кто-то даст вам живые цены. Они поймут, что, во-первых, вы покупатель, потому что у вас их нет на счету, поэтому они загнут вашу цену в ту сторону, чтобы вы дороже купили, чем рынок. То есть, если у нас сейчас 105 на рынке, вам скажут, а, 109. Вот, и поэтому, вот это, вам надо получить доступ к качественной информации независимой. Это стоит денег, к сожалению, но если у вас большие средства, это того стоит. Если нет, вам надо просто найти того, кому вы доверяете, не просто звонить каким-то салзам, а найти, кого вы хорошо знаете, он вам реально покажет эти цены. Второе, самим или при помощи там, опять же, как вам доверять, посмотреть, как это соотносится друг к другу, то есть, построить кривые и посмотреть неэффективности на кривых. Вот, вот на Украине мы поймали 14 процентных пунктов. То есть, мы купили, грубо говоря, по 80 бумаг, которые сейчас стоят 194. Вот, и на минимальный лот 200 тысяч долларов. То есть, даже если минимальный лот берете, то получается, что вы заработали там 28 тысяч долларов за несколько дней, просто от счет эффективности. Хотя, ну, многие скажут, а, Украина, дефолт, страшная страна. Да, да, но это, я не говорю, что это надо, вы сейчас должны бросать все инвестировать в Европон Украины. Нет, просто человек сам украинец, он живет там, он прекрасно видит, что происходит, и поэтому он был комфортен с этим риском. Мы просто нашли неэффективность в рамках этой страны. для нас все, для вас то, что гарантировано государством, вы считаете надежным, для украинцев тоже. государством, а не в какое-нибудь там, не буду назвать название, банка, который, возможно, тоже выведет деньги, как недавно вывел один из крупных банков у них там, в стране. Вот, профитные стратегии, опять же, первое, определите свой уровень риска, куда вы, больше чего, вы не готовы прыгать. Вот, поверьте, есть инвесторы, которые готовы входить в такие трэшевые инструменты, которые приносят меньше, чем даже, вот, первые там, три лейера. Когда придете в наш крупный один российский банк, в private отдел, вам дадут какие-то там структурные ноты, имитированные непонятно кем, то есть даже имитент сам, если завтра его не будет существовать, вы уже все потеряли. Вот, плюс, когда вы смотрите эту ноту, шанс получить там, 5 или 10 процентов, он там практически ничтожен. Шанс получить ноль практически безграничен. Поэтому и люди это покупают. Ребята, какие 5, какой ноль? Посмотрите на безрисковые ставки на рынке. Посмотрите на ставки муниципальные, на ставки квазисуверенные, на ставки корпоративные высокого качества. Зачем вам этот риск? Для этого всегда смешно. И я удивлен, насколько, скажем так, продвинутые люди этим занимаются. Не, ну что же, выплатить купон, а купон вы получаете каждый день. Вот если вы сегодня купили, завтра продали, а купон будет выплачен в июне, все равно вы этот купон получили, вы его получаете в момент продажи. Покупатель всегда платит накопленный купонный доход. Здесь не как с дивидендами. Дивиденды есть отсечка, record date, потом вы ждете выплаты. Нет, там совсем не так. Леонид, рынок с точки зрения бандов неэффективен максимум до момента погашения своей бумаги. Она всегда погасится постов, да, то погашение, если у эмитента есть деньги. Если мы говорим про суверенную кривую, вот вы верите, что в России есть доллары, может она доллары заплатить? Сколько у нас там резервов, правда, на тридцатку они выпали за неделю? Ну, там 500 с лишним миллиардов у нас еще есть. Поэтому, если вы верите, что в России хватит, чтобы заплатить по вашему долгу, то значит, рынок будет неэффективен до момента, максимум до момента погашения долга. Как правило, задолго, задолго до этого момента он уже выравнивается. Ну, на моем опыте рынок выравнивается, вот если он большая, очень эффективность, как в Украине была, сейчас в другой стране, которую мы вчера купили, она за 2-3 дня, за 4 дня уходит. В среднем так. Еще какие вопросы, ребятка? Не задавайте, а то, может, неинтересно то, что вы тут говорите. Вот, так что, а, capital controls, ну вот, capital controls по сути есть. Их могут ввести в любой момент. Вы видели, что происходит сейчас на Украине. В Украине просто, ну, это тоже, официально capital control не ввели, никакой анонсмент не сделали, но попробуйте снять хотя бы 100 долларов с Украины, с счета вашего. Ну, вы не снимите. Вам скажут, извините, ошибка банкомата временная, извините, онлайн банк не работает и так далее. Так, а для корпоратов дайте рекомендации относительно стоимости финансирования. Ну, стоимость финансирования то же самое. Вот, если вы сейчас хотите доллары поднять, выпускайте рублевый долг, переводите его в доллары, хиджируйте доллары. Вот, получится 1%. Мы с вами только что это разобрали. Вот, 1% долларов. Посмотрите, кто у нас. У нас Россия под 1% долларов не занимает, государство. А вы сможете занять только за счет того, что вы сделали несколько. И опять же, это самая простая комбинация. Есть гораздо более секси комбинации, которые ведут вас еще до большей инфляции. Но, это вот самое. То, что может, я поэтому начал с самой простой, потому что я не знаю уровень людей, которые здесь присутствуют. Инфляция в долларе, сажаем. Я надеюсь, но как бы все хотят, чтобы она была, эта инфляция. Особо предпосылок нет, к сожалению. Но, с другой стороны, инфляция, понимаете, она для каждого своя, смотря для чего вы спрашиваете. Когда я жил в России, все кричали, Саша, инфляция 20%, для меня она была дефляция. Я помню, даже когда я открыл ночной клуб-ресторан в 2009 году, я продавал там виски по 490 рублей за 40 миллиграмм. Мейкерс Марк в рубл. Я был в Москве в 2019-м. Этот же Мейкерс, спустя 10 лет, этот же Мейкерс Марк в барах продавался по 300 рублей. В рублях цена упала на то, что я потребляю по выходным. Какая инфляция? Этот долларовый напиток упал в цене в Старбакс. Я жил на Старом Арбате, первый Старбакс остался напротив моего дома. Я ходил, покупал этот Мока белый шоколад, мой любимый. Платил 470 рублей. Это 2007 год или 2008, не вспомнил. Смотрите. Вот сейчас зайдите в Старбакс, открытый, не знаю, в Москве. Сколько стоит она? Стоит там 390, 420. Американский бренд, колумбийский кофе. Все равно цена за 10 лет упала. Какая инфляция? Посмотрите на такси. Я брал такси в аэропорт каждую неделю, летал в Швейцарию. 2500 рублей я платил в 2006 году, в 2005. Сейчас такси стоит ну сколько? 700 рублей, 1000 рублей, там Яндекс, я не знаю. Поэтому для меня вот моя продуктовая корзина это тефляция. Тот, кто живет на одну, ну это, как правило, люди, которые базовые товары покупают самые дешевые. Там инфляция большая. Я думаю, там соль, сахар, гречка, мука. Они, наверное, выросли больше. Я предполагаю, просто я их не потребляю. А цены в ресторанах, они сами видите, особо не выросли. Блин, я пока говорил, много вопросов ваших пропустил, поэтому, сори, как увлекся. А, ну про инфляцию, да, инфляция в США, я надеюсь, а, ну вот, возвращаясь. Вот я здесь много раз сюда пролетал, последний раз тут учился, когда в 12-м году, в 14-м году и сейчас. И поверьте, вот кофе, которое тогда стоило доллар, она сейчас доллар стоит. Прошло там 10 лет. То есть даже если инфляция была 1%, он хотя бы там должен был на 10% увеличиться. Но стоит так. Поэтому, смотря, что вы покупаете, вы всегда можете эту инфляцию, ну, если вы определенной категории дохода гражданин, вы можете управлять своей инфляцией. Экран маленький, эти вопросы, они появляются, то есть тезают, я не успеваю до конца прочитать во время этого. А, вот, я нашел, я же здесь открыл. Вот они все, нашел. А, это вообще все вопросы. Так, так, повышение ставок по USD в среднесрочной перспективе с повышением инфляции в США. Но, почему ставки-то сейчас низкие? Потому что народ понимает, что вот из-за этой эпидемии, которая, ну, 3000 человек в день умирает. Я не хочу никого здесь плохо сказать, потому что это очень чувствительная тема для каждого. Но, по сути, вот этот масштаб, мы сейчас где-то остановились на 3000 смертей в день от этой эпидемии. А прирост населения в день какой у нас? 250 тысяч людей. Прирост населения. То есть рождается детей больше, чем умирает по всем причинам. Поэтому, с точки зрения влияния на экономику, но эффект небольшой. Ребята, если мы теряем 3000, а прибавляется 250 тысяч, с точки зрения экономики, это не сильно. С точки зрения каждой конкретной семьи, это безумная трагедия. Ужасная, страшная трагедия. Но с точки зрения экономики, это не так. Поэтому, из-за того, что это раздуло, не раздуло, из-за того, что так слишком охвачена эта эпидемия, у нас закрываются многие там магазины, туристические, отели, самолеты. Идет спад. И люди, когда хотят обезопасить себя, они понимают, что самое единственное безрисковое, что в этом мире есть, это Америка. И даже не американские банки, американские казначейские бумаги, которые, кстати, вот я тогда, помню, тоже работал в ВПСе еще, и мы увидели совершенно аномалию на рынке, что люди стали избавляться от американских трежерий в один момент, когда вот был кризис, там еще были вопросы о понижении с рейтинга американского, в итоге его понизили потом, но сам факт, что вот люди перестали в какой-то момент доверять американским казначейским бумагам, а кому тогда можно доверять? Вот американскому банку вы не доверяете, потому что если вы держите там большую сумму, а банк goes bust, как это, дефолтится, банкротится, вы же деньги свои, то получите из конкурсной массы, поэтому вы идете в американский трежерий банк, а если вы не верите кому вы верите? Так вот в многих странах, которые не могли или перестали верить в государственные суверенные бумаги, многие просто тупо начали переплачивать налоги, просто типа отправляли всю свою сумму со счета в налоговую в наши свои страны, в надежде, что, ну не в надежде, а в расчете, они так и делали, что через некоторое время, когда все нормализуется, они скажут, сори, мы вам переплатили ошибочный платеж, верните наши деньги, потому что люди понимали, что деньги на счетах налоговые внутри страны, они как бы более safe, чем любые инструменты, не просто кэш на счетах в банках, но и трежерий. Да, Транснефт хеджировался, ну смотрите, там вот эта ситуация, Транснефт была ужасная, я несколько раз ее комментировал, мы даже вот от ACI, там есть такая организация, наше объединение, мы выпустили несколько стейтмансов, я помню, что это реально беспредел, как произойдет, российский суд, это беспредел, поэтому я вам первое, что сказал, не надо все это делать с российскими банками, хеджируйтесь с иностранными банками, которые должны выполнить свои обязательства. С Транснефтью было что? Они сделали контракт хедж, но там был другой, там действительно был, с одной стороны, там был совершенно миссел со стороны банка, потому что банк наобещал больше, чем он мог сделать, это было первое. Вот, и второе, естественно, Транснефть была недовольна, когда она увидела, сколько убытков это причинило ей. Поэтому Транснефть, естественно, обратилась в российский суд при помощи там, якобы, явно своей службы безопасности, которые имели какие-то выходы. И суд, в силу определенных, наверное, причин своих встал на сторону Транснефти. Типа, Сбербанк, давайте платите Транснефть все убытки. В нормальной стране это не происходит. Поэтому есть рейтинг страны, поэтому когда говорят, почему рейтинг в России triple B минус, а рейтинг там в Мексике triple P плюс или там в других странах A, это не только потому, что у нас там есть резервы, нет резервов, как мы быстро их заплатим, а потому что есть этот беспредел со стороны тех, кто регулирует. Вот если эту сделку вы бы сделали в нормальной юрисдикции, не было бы вопросов ни у кого, а если бы они были, они бы решились бы моментально. В России, да, суд встал на сторону того, кто был более убедителен, скажем так. Вот. Вы помогаете? Да, да, мы помогаем. У нас же bread and butter. Первое, мы консультируем компании, мы на этом, вот многие ребята, которые выпускают ценные бумаги, они, многие компания, которые выпускают ценные бумаги, к нам обращаются, мы помогаем это сделать и показываем, когда это лучше сделать, при помощи каких инструментов это сделать. Мы делаем, мы адвайзим по хеджингу, по хеджингу здесь, смотрите, какой, в данном случае под словом хедж, мы как бы хеджим, мы сознательно взяли риск другой валюты и сознательно его закрыли. То есть мы захеджировали тот риск, который мы взяли, чтобы сэкономить. Теперь давайте посмотрим любую другую компанию, и вот слово хеджирование, которое мне не понравилось. Почему мне не понравилось? Потому что вот, допустим, вы считаете, что цена на нефть вырастет. И вы сейчас идете и покупаете компанию, которая производит нефть. Купили ее, цена на нефть становится 60, 70, вы руки потеряете, уже считаете, сколько вы там заработали денег, и тут бац, выходит СИО и говорит, ребята, мы захеджировали все. Мы всю нефть продали по 25. Она сейчас на рынке там 60, 70, 80, а мы ее продаем по 25, потому что мы захеджировали бизнес. То есть вы как акционер вас, ну, не обманули, наверное, потому что вам никто не обещал, что хеджироваться не будет. Вы говорите, ребята, я вошел в вашу компанию только, чтобы этот экспоузер взять на себя, как акционер. А если мы посмотрим крупнейшие компании в нормальных странах, там акционеры, как правило, это профессионалы, это большие финансовые институты. Это не какие-то частные, это, приоритизировавшие, это государственные предприятия люди, а это нормальные институты. Поэтому они говорят, слушай, если мы хотим захеджироваться, чувак, мы захеджируемся на своем уровне. Мы либо купим обратную компанию, которая будет бенефишери того, что цена на нефть упадет, если мы боимся, что она упадет. Поэтому не надо вообще вот менеджмент. Ребята, вы хорошие, талантливые люди со всем уважением к вам. Не делайте то, что вам делать не надо. Не надо никогда хеджировать свой основной вид деятельности. Потому что вот даже потом один из профессоров взял и провел анализ. Смотрел, ну, не сам, наверное, у своих студентов попросил. Подняли все компании, которые торгуются на американском рынке, ну, крупные, там, не верен в small stocks, и искали тех, кто хеджируется, и тех, кто не хеджируется. И потом на графике показали движение акций внутри одного и того же сектора, в одной и той же индустрии, акции, которые использовали хедж основного вида деятельности. Мы не говорим про наши финансовые оптимизации. И те, которые не использовали. И вы будете удивлены, наверное, уже нет после своего рассказа, что те, кто никогда не хеджировался, их акции реформовали гораздо лучше, гораздо и на краткосрочном, и на среднесрочном, и на долгосрочном перспективе. Поэтому не надо это делать. Вы никогда как менеджера не сможете захеджироваться так, как смогут захеджироваться ваши профессиональные владельцы, акционеры. Это их bread and butter. Они это сделают, они и вы. Поэтому хедж вообще не надо делать. Я возвращаюсь к Транснефти и к Сбербанку. Я не помню, что они хеджировали, уже, честно говоря, было довольно давно, но не надо. Тем более в России. В России вообще это вам не делают. В России, ну, сами понимаю. Вы видите, какие решения... Увидите ли, что я не хочу политику говорить, но видите, какое решение я принял, какой-то сомненный суд. Видите, какие другие решения. Как вы думаете, справедливый у нас суд или нет? Сами ответьте на этот вопрос. Так. Комментируйте выпуск США 2300. Вот. Ну, что делает Америка? Вот эти все, все меня спрашивают, Саша, что происходит? Ребята, если вы можете занимать неограниченное количество денег под ноль, почему вы это не будете делать? У вас керри-кост ноль. Вы не платите ни копейки за эти деньги. Вопрос, дают деньги? Вы делаете, что хотите, в надежде, что вы эти деньги потом вернете. А когда придет время, вы хотите, что вы сделаете? Еще раз возьмите под ноль. То есть, любые деньги, вот страны, которые имеют возможность брать под ноль или даже под отрицательную ставку, ну, это анти-нормально, потому что, вот мы про это с вами говорили, про философию процентных ставок, это ненормально. Но, если есть такая возможность, дует, делайте это, пожалуйста. Как говорят, это все деньги отдадут наши будущие поколения, ребят. А если они смогут рефинансировать под ноль, они еще на два поколения вперед передадут. Поэтому, если что-то вам дают под ноль, берите мой совет. А подрицательную ставку тоже. Если есть возможность, вот, люди говорят, вот до какой, вот, когда стали ставки минус 0,75 в Швейцарии, мне позвонило много клиентов, говорят, Саша, с нас начинают, нам начинают чарджить 0,75 с счетов. Что нам делать? Франко. Где предел? Может, завтра будут минус 5 чарджить. Вот, ребята, вот если вам минус 0,5 на ваш счет начисляют, то есть, если вы платите за то, что вы держите деньги, вот логично, что вы сделаете? Вы возьмете, вытащите кэш в карман, и он у вас не потеряет 0,75. Ну, 0,75 не такая большая сумма, вы не хотите заморачиваться с кэшем в кармане за 0,75. Но если у вас там миллиард долларов, и вам говорят, минус 5, и вы считаете, что 50 миллионов долларов, отдадите просто минус, потому что ставка отрицательная. Вот я что сделаю? И вот некоторые банки стали это предлагать, мы даже хотели войти в этот бизнес. Стройте хранилище рядом с банком, наймите спецармейских ребят, пусть они охраняют, снимите этот кэш, положите в хранилище, пусть ребята стоят. Они будут стоить вам, ну, явно не 50 миллионов долларов в год, и явно там несколько тысяч франков будут стоить, зато ваши деньги не будут терять стоимости, и вы будете всегда богаче вашего соседа, который эти 5% в год теряет, а вы не теряете. И если люди начнут так мыслить, поверьте, ставки быстро вернутся обратно, поэтому рынок, он все-таки, он неэффективен, но есть крайности, которые он не пересекает, потому что слишком много common sense, уже у большинства людей, даже у тех, кто в Велвиса верит, у них включается голова, и они вот этот common sense используют, и двигают рынок обратно в нормальное направление. защита в золото. Ребят, золото не защита. Забудь, вот рано или поздно люди это поймут, я про это говорю уже лет 20, наверное, что такое золото? Золото – это актив, который стоит гораздо больше своей настоящей, как бы справедливой стоимости. Это актив, который не дает вам кэшфлова. Во-первых, он в отличие от treasury bonds, он не платит купон, то есть zero cash flow. Во-вторых, у него negative carry, вы платите за то, чтобы его держать в надежде, что он вырастет в цене. Посмотрите, что было в начале кризиса. Все посыпалось вместе с золотом. Почему? Потому что даже кэш, ну не та же кэш, кэш он гораздо весомее золото, и когда вам нужен кэш, чтобы что-то там закрыть, margin call, либо сделать что-то еще, вы продадите это золото. И народ, ну вот как бы есть такое, они как бриллианты. Почему я не люблю эти бриллианты в отрасли все мои услышатели, клиенты, они знают, и я всегда говорю, забудьте, и вот год назад наконец началось. Можете почитать отчет Алроса на русском языке, либо Депирза, увидите, как падает рынок алмазов. Почему? Потому что бриллиант, это, как это, на всех MBA учат, это самый лучший глобальный развод с точки зрения маркетинга в мире. Все берут пример. Вот вы берете какой-то непонятный кусочек камня, придумываете, что он очень крутой, и начинаете всем впаривать. И у вас, ваш товар начинает очень много стоить. А теперь посмотрите, что мы как общество, тратим, чтобы его добыть. Сколько людей гибнут на этих производствах, сколько они там травятся вот этими своими плохой экологией, видели взрывы, которые происходили на ручниках. Ребята, не надо. Вот мы как society платим гораздо больше цену за то, что не имеет настоящих вэлги. Не имеет. Там даже вторичного рынка нет. Но это не просто какая-то безделушка, которая стоит человеческих жизней. Я не говорю уже про фильм «Кровавый бриллиант», где Денира играет, как это, сколько детей гибнет. Чтобы его добыть. Дина, Александр, существуют стеллажные опционы, put call, если хочешь, хеджировать, волатильность, купить такой. Ребята, опционы есть. Вот опционы, мы говорили про форвард, потому что он понятен всем. Опционы – что и не что иное, как вы просто платите премию в фронт сразу, чтобы иметь право совершить эту сделку. Мы говорили, что мы обязаны по 44,8 сделку, а тут вы покупаете право, от которого вы можете отказаться в любой момент. Поэтому он просто стоит денег. Опционы премии зависят от волатильности. Сейчас доказано научно, что ни одна, ни Black & Shoals модель, никакая другая не видит настоящего, не прайсит настоящего риска. То есть на самом деле риск гораздо больше, чем прайсит. Поэтому имеет смысл опционы покупать under average. В среднем, да. Но смотря у кого вы их покупаете. Главное, что у вас был нормальный контрагент и вас не обманывал на цене. Вот когда они появились и все активно стали торговать, и мы были первые, кто сделал опцион в России еще в начале, в конце 90-х, было правило, которое меня учили мои старшие коллеги. Они сказали, Саша, никогда не продавай маму, родину и опционы. Поэтому опционы продавать нельзя, потому что они, ну, они могут вас вынести в любой момент. Вы фиксируете маленький доход в виде премии, а берете ограниченный риск. Поэтому опционы лучше покупать, но лучше покупать тогда, когда вы уверены в контрагенты, уверены в ценообразование, и вы понимаете, что с этой премией вы готовы расстаться навсегда, что вероятность того, что вы ее ничего не получите, она достаточно высока. Поэтому так пощекотать себе кое-что, там нервы или как-то, другие места. Можно, потому что это довольно интересная стратегия. Мы знаем, вот есть такой Насим Талия, который там Black Swan, Черный Лебедь написал книжку, еще несколько книжек. Он сторонник, он как раз про это и пишет, но он это пишет больше так, как все. Я не суперпрофессор, конечно, но Реал Рубини гораздо более сильный, чем он. Но какая-то все-таки логика там есть. Он говорит о том, что, ребят, мы не знаем вот эти outline, вот эти моменты, когда неэффективность может быть гораздо больше, она не до, как бы мы ее недооцениваем во всех наших pricing models, которые есть. Как вы оцениваете settlement risk при хеджировании? Вот, с этом, да, я говорю, вот если вы сделаете сделку с нормальным контрагентом, с хорошим инвестбанком большим, с хорошим рейтингом, то если риск этого контрагента меньше, чем риск там Сбербанка, грубо говоря, ну, риск меньше, за рейтинг больше, то не надо даже риска вам считать, если вы не считаете риск Сбербанка за риск, где вы деньги свои храните. Если вы считаете Сбербанк риск, вам не храните там кэш. Уберите расчетные счета оттуда. Поэтому тот, с кем вы сделаете опцион, с кем вы сделаете форвард, у него риск, но явно будет меньше, у него рейтинг будет явно больше, чем Сбербанк, где все ваши деньги, как корпорации. Поэтому здесь я, якобы, проблем не вижу. Посмотрите, литература, очень интересно, еще на том уровне, сложно понять. Слушайте, вот проблема в литературе, вот я не находил нормальной литературы, либо это очень скучный какой-то материал такой полуматематический, который у вас от логики, вы начинаете забывать про то, что происходит. Либо это вот чаще всего, вот особенно те, кто вам предлагает образовательные курсы, это те, кто хотят развести вас на какие-то продукты, услуги, чтобы вы заплатили свои деньги за ненужные там знания, которые якобы вас подтолкнут сделать какие-то ненужные операции. Поэтому из тех, кто мне нравится, вот я это везде говорю, это Дамадаран. Мне кажется, это реальный профессор, который, а, говорит теорию, очень сжато, вот самое, то, понравится вам всем, особенно кто работает в корпорациях или кто рисует презентации. Вот вы обратили внимание, что я, кстати, с презентацией, с организаторами мы чуть-чуть на эту тему поговорили, но я сторонник того и много раз говорил, что, ребята, не нужны вообще. Вот презентация, это как вот эти бриллианты. Это то, что мы тратим кучу времени, но который того не стоит. Вот как говорил Степп Джобс, those who know what they're talking about do not need PowerPoint. Если вы реально знаете, что вы говорите, вы можете это рассказать в лифте за 10 секунд, что человек заинтересователь, он увидит, что вы понимаете. А если вы презентацию почитаете, значит, человек не уверен, он не знает, как донести ему, надо что-то нарисовать. Вот до эксперимента. В следующий раз придется какой-нибудь консультант с презентацией, скажите, расскажи без консультации и посмотрите, что он сделает. Либо он начнет, а-а-а-а, не знаю, не знаю, а потом, либо начнет что-то рассказывать, а вы так главен-газу посмотрите презентацию и поймете, что он не понимает, о чем он говорит. Поэтому вот, эта презентация не нужна. И вот чем мне нравится сотни страниц, в зависимости от компании, которые много-много, как он говорит, там, бушитинга. Он говорит, ну, Иван, он вам ничего не даст. Вот эти все старые подходы к финансированию, к бухгалтерии, к репортинг, они, говорит, больше заблуждения в вас вводят, чем дают какую-то нужную информацию. Вот. Поэтому, он говорит, если вы просто возьмете и разложите любую компанию на четыре части, вы сразу поймете, какие у нее перспективы. Какие четыре части, мы, кстати, очень подробно говорим на наших курсах обучения. Вы сами не пишете. Ну, не, ну, как бы я писал, опять, ну, пишу на таком форме, в которой иногда цензура не проходит, поэтому не готов здесь публично про это говорить. Я чуть-чуть иначе отношусь к этому. Мне кажется, что когда ты дошел до сути, ты можешь, как я говорю, объяснить очень просто, и человеку не важно, что ты написал, что ты рассказал. Ну, главное, что он заработал денег. Ребята, миром правят деньги. Вот если вы доказали им, вот пример показали, сказали, вот сделай дома сам. Если ты заработаешь, приходи еще, а не заработаешь, не приходи, мне даже за это не надо ни копейки платить. И люди придут, потому что они сразу поймут, что мы делаем, что делают другие. Так и в любом бизнесе, так с врачами, так со всей профессией. Я думаю, больше в этом мире нами правят как маркетинг и пиар, к сожалению. Когда мы зомбируемся брендами, когда мы верим в обещания, ну, да, это двигатель торговли, как все говорят, заставляет деньги оборачиваться, ну, а нужно ли это? Вот мир, в котором мы сейчас живем, он, наверное, немножко уже лишен этих вещей. Мы уже не можем свободно передвигаться, не можем потреблять товары, работы, услуги некоторые, не можем, как бы мы не хотели, там, поехать на круиз, тоже не можем. Мы начинаем жить другими ценностями немножко. И кто еще знает, сколько таких эпидемий будет, или что-то похожих на них. Поэтому все-таки надо stick to the basics, stick to the, ну, как говорят, фундамент, который мы с вами определяем. Вот ищите этот фундамент везде, ищите его в финансах, ищите его в nutrition, в том, что вы едите, в том, как вы там живете, чтобы иммунитет свой поднять. И так далее. Не будьте падки на вот эти все вещи. Читаем investment valuation de Madaran. Можете его не читать, посмотрите его лекции. Он очень такой веселый, заводной парень. Вот я к нему приходил, мы приходили рано утром на лекцию, заканчивал он поздно вечером. И когда уже приходило время заканчивать, все смотрели на часы и молились, чтобы он не посмотрел на свои. Потому что он так интересно рассказывал, что мы не хотели идти домой. Поэтому его лучше не читать, потому что когда вы читаете, это все такое plain, ванилов становится. А лучше смотреть. Он знаменит тем, что он каждую свою лекцию, каждый свой комментарий, порой нецензурный, выкладывает свой YouTube-канал. Есть YouTube, и вот он сегодня, вчера повесил несколько лекций. Вот он меня, когда я его никогда не забуду, он меня учил, мы делали valuation на примере Лукойла. Я выбрал Лукойл тогда, потому что я был инвестором, довольно крупным. Я говорю, Дамадаран, давай посмотрим, что тут. Он говорит, окей, давай, начнем с того, какой самый большой риск? Я говорю, какой риск? Цена на нефть? Он говорит, нет, это, говорит, не самый, это рыночный риск, все компании адаптируются, если цена на нефть упадет, более учитывая, что Лукойл довольно дефицитированная компания, приватизирующая куча месторождений, которые наши деды, отцы, там, прадеды построили, поэтому у него, в принципе, там, все равно он будет ее добывать, это, говорит, проблема, просто чуть-чуть там снизится кэшфл. Я говорю, какой еще риск? Он говорит, ну, самый главный риск, номер один. Я говорю, не знаю. Он говорит, самый главный риск, и в Путин goes crazy, потому что он просто ее заберет. Я говорю, вот твой риск, у тебя есть актив, и нет актива, потому что у вас, говорит, самая большая проблема в неопределенности в стране. Вот, ты этот риск должен учитывать сразу, дисконтировать все свои цены, все котировки на этот риск. И вот, ты можешь его просчитать, там, исходя из своего понимания, но никогда его не забывай, не убирай его, поэтому никогда не будет стоить, сколько стоит Exelon, или Chevron, или там другие компании, которые оперируют на этом рынке. Только из-за этого. Что скажете про CFA? Вот CFA это смешная штука. Ребят, я его однажды, мы платили за CFA курсы, когда брали там в пятом, шестом, седьмом году, студент брали на работу к себе в DBS, мы платили, но скажу честно, практически пользу он приносил ноль, а вот недавно тоже Домодоран высказался, я его все время цитирую, потому что он по финансам, он, наверное, один из лучших, кто есть. И он говорит, он сам находится на борде в комиссии CFA, которая там грейдинг определяет и так далее. Он говорит, CFA, ребят, превратился в роботизированный такой экзамен. Не то, насколько вы понимаете рынки, а насколько вы запоминаете. Он говорит, один из вопросов такой, что написано на 1329 странице в первом пункте, там третье слово справа. И вы должны ответить. Почему? Потому что CFA говорит, что у нас, мы должны там в год выдавать какое-то определенное количество сертификатов. А из-за того, что каждый год больше applications, нам надо делать экзамен сложнее. Сложнее не с точки зрения понимания рынка, а с точки зрения возможности человеческого мозга запомнить ненужную информацию. Поэтому CFA сейчас полностью потерял свой credibility. Полностью. Если человек приходит в CFA, вот шанс того, что он немножко менее продвинут, чем человек без CFA, но с реальным каким-то опытом, вот этот шанс очень велик. Поэтому не тратьте время, мой вам совет. Из всех преподавателей, кому больше благодарны, какое образование принесло больше дивидендов. Ну, из всех, потому что я финансист, ребят, Демодоран, конечно. As for the modern. Если сравнивать эти три MBA, которые я получил в Нью-Йорке, в Лондоне, в Париже, лучше всего Нью-Йорк. Опять же, потому что я финансист, потому что никто так не обучает финансов, как это делает в NYU. Если вы человек из Strategy PR, вам вот это нравится, HSE, HSE, Парижский университет, он лучше в Европе. Вы там, нас там учил человек Винсент Бастиен, который там был топом в Луи Виттон, и он нам очень интересные вещи рассказывал, как очень легко обмануть человека. Я, по-моему, когда он сказал, ребята, миром правят бренды. Представьте, что вы девушку на свидание приглашаете, и вы заезжаете на ней, за ней на Toyota Corolla, или там, не хочу обидеть там никого, у кого Toyota, вы едете в ресторан, там, тратите несколько сот долларов, много ей рассказываете, что вы классный семьянин, хотите семью, там, такой весь позитивный. Говорит, а второй вариант, когда вы звоните ей, опаздываете на пять минут, опаздываете, там, на полчаса, там, перезваниваете, говорит, слушай, знаешь что, я не хочу к тебе ехать на пробке, вот я сейчас в Макдональдсе, это недалеко от тебя, там, давай, приезжай сюда, она приедет, вы там, даже забудете ей кофе купить, пообщаетесь с ней минут 10, и у вас случайно выпадет брелок от Bentley, даже без ключей. И он говорит, проведите эксперимент, ребята, если вы не верите. Вот вариант того, что во втором случае у вас будет больше успеха, он гарантирован. Поэтому здесь дело не в том, кто вы есть, а именно вот в этих брендах, которые нами правят. И вот он вам показывал, как Louis Vuitton эксплуатирует это вот, то, что с каждым днем нашей, он там нецензурно выражался, но смысл в том, что каждый день рождается все больше и больше или становится в мире не очень умных людей, поэтому только они готовы купить сумку за 15 тысяч евро, у которой себестоимость, там, 13 долларов. Вот такой посыл был, но сами почитайте, у него есть и книжка, видеолекции, правда, нет, а он только одну видел. Вот это классно. Если с точки зрения, вот в Лондоне все говорят LSE, но я не увидел ничего серьезного в LSE. Вот вообще, вот это сравнивать с NYU, с HSA, а LSE, ну, гораздо меньше. Это такой, куча разговоров, ни о чем обиженная. Мне показалось, что это обиженные профессора, которые чуть-чуть в жизни, видимо, не очень хорошо получилось, и они вот говорят, что все вокруг очень плохо. Поэтому, ну, конструктива было очень мало. Ну, наверное, есть хорошие преподаватели, может быть, мне не повезло, не знаю, но у меня ощущение не самое лучшее от LSE. Вот, ну, наверное, большую часть ответил, да, я ваши вопросы смотрю? А сколько у нас время, кстати, если организаторы тут есть? Я, наверное, ну, сколько, полтора часа, два, час. Я уже, наверное, перелимитил. Может, она пишет, я не знаю. Вот, ну, или еще, если есть вопросы, задавайте, я просто не знаю, со временем, не знаю, что вам еще рассказать, что вам интересно. Так, говорить я могу часами. Ну, вот всегда, когда мы делаем наши курсы по 2-3 в час, это 90 минут. У нас все больше 2 часов лекции идут, потому что, ну, нам самим интересно, слушать им интересно, вопросы задают. Сейчас, он пишет. From CFO, Fatwall, сейчас, ну, сейчас напишет, там, что он CFO, кафе. Вот, но все-таки это классный формат, сейчас то, что все дома сидят, очень удобно вот так общаться. Я, честно говоря, Zoom никогда не пользовался, вчера мне только в CFO, кафе посоветовало, как его установить. У меня до сих пор проблема, потому что у меня чат на одном экране, видео на другом экране, поэтому в Скайпе, как-то, честно говоря, удобнее, но я так понимаю, что в Скайпе нет такой возможности, чтобы все подключать, и Zoom, Zoom как-то вот, нашел то, что клиенту нравится, его акции безумно выросли, на волне вот этого, самоизоляции. Им здесь все пользуются, как я, но я больше, как бы, ну, привык к Скайпу, я такой олдскульный парень, не очень супер продвинутый. Вот, так, вот давайте, раз все молчат, еще вопрос посмотрю, какой я пропустил. Про профитные стратегии рассказал, инструменты рассказал, все равно, но все равно же дорогие вещи покупать. Ну, что есть дорогие вещи? Overpriced вещи, но не очень. Ну, нет, иногда надо, вот если вы идете на день рождения кому-то, или вы хотите пустить пыль в глаза, потому что это принято индустрией, да, вы потратите деньги, это, опять же, он говорит, тот же самый Дамдаран, есть же индустрии, которые традиционно не приносят денег, которые традиционно, вот, если вы смотрите, за последние 20 лет, они теряют деньги, не приносят акционерам. Одна из таких индустрий, это авиалинии, поэтому большинство авиалиний в мире, они принадлежат государству, потому что, да, они помогают товарообороту, помогают делаю активность, вы приезжаете в другую страну, о чем договариваетесь, и в итоге государство получает налоги. Но частные авиалинии, они, как правило, особо не приносят, все, кто входил в этот бизнес, деньги как бы теряли, ну, только там Southwest Airlines, нашло способ, ну, в Америке там чуть-чуть по-другому, все тут, поток другой, активность другая, но в мире это выбыточная индустрия, поэтому Дамдаран говорит, все, кто заходит в эту индустрию, они знают, что они потеряют, но, говорит, они как бы понимают, что они получат что-то в виде эго-дивидендов, для кого-то там самолет символизирует какой-то там символ мужественности, для кого-то что-то еще, он говорит, вот вы получаете то, что можете, что вы не получаете, не в виде денежной премии, не в виде денег, а в виде вот другого, как недвижимость, люди говорят, я покупаю квартиру, какова недвижимость, ребят, недвижимость, самый убыточный актив из финансовых, который может быть, нарисуйте график, стоимость недвижимости, в мире можете взять, по стране, наложите на него стоимость без рисковой ставки, квазисуверенной, и корпоративные, но и в конце рынок акций. Посмотрите, где недвижимость. Даже без учетов расходов, которые вы тратите на ее содержание. Она всегда ниже всех. Вы берете риски, вы не получаете за этот доход, это чисто эго-дивиденд. Вы расходите, говорите, я владею недвижимостью. То же самое. Дорогие вещи, это есть эго-дивиденды. Я понимаю, что я переплатил. Мне для какой-то цели же это сделал. Либо, чтобы свое эго подтешить, либо, чтобы какой-то эффект произвести, либо потому, что там индустрия требует этого. По-разному. Встречались ли... А, нет, сейчас. Для честного, как считаете формирование инвестор-портфеля должно какие-то виды активов включать? Опять же, это то же самое, что мы с вами говорили. Начинайте с безрисковой ставки. Если вы комфортны с безрисковой ставкой, если она обгоняет инфляцию, не надо вам больше никуда лезть. Если хотите чуть больше, посмотрите муниципальные, посмотрите квазис-суверенные, посмотрите хай-грейд корпорации. После этого посмотрите на риск-премию. Если она того стоит, заходите в прод-индекс. Расскажите про недвижимость. У меня уши бью, что недвижимость самая крутая. Нет, Рено... Ребят, не надо рассказывать. Говорящие не знают, знающие не говорят. А, Майкл Луис. Советую литературу. Прочитайте книжки Майкла Луис. И вот, кстати, очень актуальная для сегодняшнего клуба книжка Бумеран, там, где он пишет про умных, богатых людей, которые накупили бункеры, потому что знали, что придет там эпидемия, война, накупили оружие бункера и сидят у себя в Техасе, в подвалах, пережидают эту эпидемию. Это он написал еще в 2011-2010-м. Давно еще, в общем. Хорошая книжка. Это тот парень, который нарисовал сценарий, но сценарий, книжка, на основе которого был снят фильм The Big Short, где Брэд Питт играет. Как найти? Дамодоран. Не Мордан, а Дамодоран. Асфад Дамодоран. Какие виды активов и личные использования? Вот, мы используем. Я использую все. Я, ну, просто в разных пропорциях. Но клиентам, мы каждому клиенту советуем свое. Вот кто-то, вот я говорю, у меня есть клиент с Украины, который комфортен с риском Украины. Он зарабатывает сейчас безумные деньги. Вот реально, вот он зарабатывал столько, сколько тысячи процентов годовых в долларах на Украине. И мы вам, я про него вам рассказывал в прямом эфире. Мы с вами вот анализировали все эти сделки, заключили. Хочу вам на обучение подготовиться. Слушай, на обучение, да, у нас сейчас большой запрос со стороны, потому что все понимают. Цены мы поднимать не будем. Не бойтесь. У нас, это наша функция благотворительности. Во-первых, мы enjoy doing it, как мы говорим. Мы сначала сделали обучение для наших сотрудников. Когда мы начали нанимать, ну, в основном, как вы понимаете, в нашей индустрии, особенно в том, что касается вот private wealth management, нам приходится брать на работу детей, знакомых наших клиентов. Потому что, когда они размещают вам миллионы долларов, они говорят, слушай, ну, можешь подучить моего там ребенка? Мы, конечно, брали. Сначала они были для нас неким балластом, которым мы показывали, что мы делаем. Они приезжали в офис, сидели, бамбук курили, потом уезжали. Ну, как-то, ну, с одной стороны, не откажешься, с другой стороны, ну, вроде вреда особо нет. А потом мы подумали, а давай попробуем хабучить. И мы начали, вот, придумали этот курс в Университете, который, ну, даже они стали учиться, даже люди, у которых все в жизни есть, которым ничего не надо, которым просто папа сказал, иди вам, посиди в офисе, даже они стали впитывать эту информацию, и мы из них, мы их превратили в крутых сылзов. Они теперь действительно знают, о чем говорят. Нам уже не стыдно, что они носят визитку Уайтстоуна. Они уже общаются с клиентами, клиенты уже от них приходят. И мы поняли, слушай, если это сработало для этих людей, наверняка же, в мире есть много людей, которые по разным причинам не смогли себя найти, занимаются не тем, чем они могут заниматься, не раскрывают свой талант, как пишет Акунин в своей книжке «Аристономия», что у каждого человека есть гифт, есть талант, который, и наша задача, как общество, создать условия, чтобы он мог этот талант развить. И вот я думаю, наверняка у людей есть таланты с точки зрения финансов, потому что у нас финансовая грамотность все-таки страдает, но не только в России, а во всем мире. И мы вот сделали курс повышения финансовой грамотности, назовем это так. Сделали мизерную цену, чтобы ниже себестоимости даже, чтобы только людей обучать. И мы это делаем, показываем эти реальные примеры. Нам приходят все фабрики, CEO компании, владельцы бизнесов, просто студенты, которые интересуются разной. Поэтому у нас нет групповых занятий, мы не можем, как Домдаран, писать лекции, потому что он все-таки понимает, кто к нему пришел. Там здесь сидят ребята, которые уже в NYU поступили, что поступить в NYU, ребята, это не деньги заплатить и приехать, это не как в России. Я был самый молодой за всю историю программы, на котором я был, мне пришлось несколько раз убеждать, летать, доказывать, что я как бы достоин этого. И то не согласились. Я, правда, был самый молодой, моложе у меня пока. Вроде после меня не было еще более молодых, которые там приходили. Вот. Поэтому, да, мы делаем обучение, оно индивидуально. Потому что если оно не индивидуально, оно не поможет. Сейчас мы с вами разговариваем, но наверняка части людей скучно. Они даже не понимают, о чем мы говорим. А часть говорит, слушай, вот такие базовые вещи, говоришь, мы это проходили, скажи, что-нибудь более интересное. Поэтому здесь проблема в том, что здесь нельзя найти вот средний уровень, который всем интересен. Надо к каждому подстраиваться. И уже по глазам, я вас не вижу тут, а когда мы общаемся с студентами, я вижу, я уже по глазам, по мимике, по повороту головы. Ты же понимаешь, понимает человек, о чем мы говорим, впитывает или нет, или надо что-то как-то его развлечь, либо куда-то там углубиться. Ссылка на нашем сайте все есть. WSFG, whystonefinancialgroup.ru. Китайский врет, Киосаки, не знаю, что Киосаки, в чем там врет. Вот посчитайте, ребят, не надо в него верить. Опять же, у вас есть калькулятор, у вас есть факты. Но еще проблема в том, что в России мы не видим реальных цен. Вот если в Америке вы хотите купить здесь дом или квартиру в соседнем доме, вы можете зайти там на Zillow, на Julia, на другие там Redfin, на сайты, которые подключены к аналогу нашего Росреестра. И вы видите всю информацию. Вы видите, в каком году, по какой цене прошла сделка. Пусть это было 10-20 лет назад. Вы все это видите, все публично. В России никогда не за воду был кризис, мы с другом сидели, торговали. И мне позвонил один риэлтор, говорит, Саша, уникальное предложение на Рублевке внутри России, внутри Москвы, там где с Кутузовского съезжаешь направо, то есть не за городом, а внутри города. Там система Галшу построила какие-то дома. И он говорит, у нас тут из-за кризиса человек продает. Он их купил за миллион двести, типа две квартиры, там что-то по 400 метров, уже не помню сколько, 4 парковочных места в гараже. Ну, в общем, крутые, две квартиры. Он, говорит, купил их за миллион двести тысяч долларов, обе. Он, говорит, у него там сейчас плохие времена наступили, он их продает и готов продать за 850 тысяч. Бери, это очень круто. Потом, типа, скоро не будет такого предложения. Я думаю, блин, ну я живу на Старом Арбате, где-то там пентхаус, зачем мне это? Я говорю, не буду. У меня сидит рядом мой друг. Я говорю, слушай, Володя звонит, предлагает там какие-то системы ГАЛС, там где квартиры. Он такой слушал, слушал, он говорит, слушай, ну, скажи ему, 300 тысяч долларов заберу. Я говорю, я не буду говорить, он меня сейчас пошлет куда-то подальше, матерями словами. Он говорит, он на тебя пошлет, он меня через тебя пошлет, поэтому don't take it personally. Скажи, за 300 тысяч заберу. Я говорю, Володя, я не готов, но у меня вот человек, у него 300 тысяч есть, готов. Он говорит, вы что, обалдели? Ну, в общем, начал орать. На следующий день он звонит, говорит, слушай, отдай телефон этому парню. В общем, за 360 или 350 они договорились, он забрал эти две квартиры. Поэтому смысл в том, что, ребят, в России мы не знаем, сколько стоят эти квартиры. Те цены, которые мы видим, это фантазии продавцов, как мы называем это. Это не цены, которые будут сделки. Сделки будут совсем по другим ценам, по ценам. Это как офтера, которые висят на евробанде. Если вы оплатитесь на какое-нибудь, не буду называть название, но в крупной брокер российский скажет, купи мне Россию 28, он скажет, 180. Типа офера, на самом деле там 168 цена. Поэтому он просто не понимает, что у вас нет способа. Реально, вы же не позвоните в Goldman Sachs, в J.P. Morgan, в соцген, не спросите на прямую цену. Поэтому здесь то же самое. Это рынок непрозрачный. Вы даже возьмите, ладно, возьмите фантазии продавцов. Возьмите то, что вы видите. Просто нарисуйте этот график. Тут же нарисуйте график ОФЗ, муниципальный, корпоративный. Ну, там, российские акции, не надо брать это чересчур. Ну, хотя бы вот эти безрисковые инструменты. И все поймете, не надо никому верить. Вот, час 30 уже прошло. Организаторы, скажите, что у нас со временем? Можно еще говорить или уже пора? Заканчиваю. Переехав, вы сохранили недвижимость в России. Сам период успел, но дом остался. А, переехав, вы сохранили недвижимость в России. А, вопрос, а потом говорит. Слушайте, ну, сохранили, но, как бы, если это ваши последние деньги, ну, опять же, вот вам нужна прописка в России? Нужен вам этот адрес? Вы там привязаны к каким-то госучреждениям, к школам, к больницам, к поликлиникам? Вот, то есть, вот там, какие-то социальные вещи, которые регистрация решает. Вот, если она, как бы, для вас важна, но и у вас, как бы, по карману особо не бьет, и вам гораздо будет геморройнее, там, находить представителя, юриста, адвоката, доверенность делать, продавать. Ну, не знаю, сравнить, как бы, сделайте сравнительный анализ. Вот, у меня, как бы, ну, я не буду про свою ситуацию говорить, но мне не нужна недвижимость в России, скажем так, я бы ее не покупал. Если у вас есть возможность взять ее distressed, как вот мы делаем, то есть, если у вас есть человек, который, ну, готов вам ее отдать за 20% от стоимости, которые, даже в фантазии продавцов, ну, там, половина от стоимости, которую вы считаете реалистичной, реально, вы можете ее взять. Если вы сравните с доходностью от аренды, если вы считаете, что вы можете, если аренда, там, приносит вам 20% в рублях, то, ну, наверное, там, можно ее взять. Если она приносит вам 10% в рублях, конечно, нет. А ОФЗ 8,5% вам приносили, там, какая-то 10. 20%, 25%, 30% аренды, то, ну, наверное, есть смысл ее там подержать. Если нет, ну, конечно, лучше продайте и разместите в что-то безрисковое. Во-первых, вы будете гораздо более ликвидны, потому что безрисковый инструмент, даже если это ОФЗ, он travel around the world, вы можете его в Сингапур перевезти, в Швейцарию, в Америку, поменять на другой инструмент. Вы это делаете в доли секунд. А с недвижимостью что вы будете делать? Вы хотите его продать? Вам надо столько с документами разбираться, столько людей подключать, чтобы это сделать, если вы не хотите возвращаться. А сейчас вы не вернетесь. Он мне тут пишет этот МИД, что, типа, все, если вы сегодня не ответите, вы не вернетесь в Россию, мы там самолет за вами не отправим. Поэтому сейчас проблема даже в пересечении. Поэтому не знаю. Недвижимость, ну, факты говорят за себя. Александр, мы сегодня предлагаем завершить, а собрав фидбэк участников, определимся с новой темой, и можно было отлично, можно будет, это так, мягко говоря, что все, надоело-то нам, типа. Так, ребята, все, хорошо, спасибо, что подключились, что послушали. Надеюсь, было интересно. Вот, надеюсь, мы еще с вами в каком-то формате увидимся.